Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Знаете, Тихонович, вопрос такой. Четыре года совершались поездки миссионерские по Европе и стран, и куда? Погруще. Так, как подбиралась команда к поездке, интересует вопрос. По каким признакам? Какой был фактор несовместимости? Ведь для космических полетов выбирают космонавтов, чтобы они подходили друг к другу. Как у вас происходил отбор людей для поездки? Расскажите. Были какие конфликты дорогой, несогласия? Ну и вопросы такие по ходу дела я буду задавать вам еще. Так, ну эпиграф я в первую очередь беру к нашей поездке. Это, прочитай слух. Первое Коринфянам 12,8. Одному дается духом слово мудрости, другому слово знания, тем же духом. Вот разница мудрости и знания. Сразу же возникает вопрос. Это что? А есть такая поговорка, говорит, человек знающий, ну и прочее, который имеет знания. Знает, говорит, как вылезти из ямы, как попал туда он. А мудрый знает, как туда не попасть. Вот, большое-большое. То есть он должен предвидеть, мудрый человек, все разные вариации, возможности, отклонения, погодные условия. Ну, абсолютно все должен знать. А знающий, знающий определенно на сегодняшний день это знание. Ну, хотя одним и тем же духом. Дальше. Еремея 8,9. Постромились мудрецы, смутились и запутались в сеть. Вот, они отвергли слово Господне. В чем же мудрость их? За основу было поставлено Слово Божие. С нами была Библия, Новые Заветы, целые ящики. И задача-то была именно мудрость развести. Мудрость, не просто знание. Задача поставлена была, изданные мною книги, 38 томов. Это 31 килограмм, две коробки развести. И проехали все-таки мы много. От Тихого океана, это порт Находка, Владивосток, и до Лиссабона, до Атлантического. Еще и Турцию захватили, с обратной стороны Черное море. И здесь в общей сложности 600 городов и районных центров. Конечно, это были только летние месяца. И еще одно место. 1 Коринфянам 2,4. И слово мое, проповедь, моя, не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы. То есть, должен на деле показать, что так у нас есть. Все были верующие, неверующих у нас не было. Я сейчас так считаю, могу ошибиться. Команда менялась все время. Постоянно, никогда не менялся я ездил во все поездки. Потому что автор, и тут по-другому воспринимается. А остальные меняли, где-то 8 человек. А может кого-то упустили 9. Ведь вначале мы поехали до Москвы. Батюшка посчитал безумие, говорит. До Москвы, на наши машины, на газели. Вещь, ну, ниже иного брат упускает. А там мы это дальше, это дерзнули еще дальше ехать. Дальше. Так, Колоссянам 3,16. Слово Христово доселяется в вас обильно, со всякой премудростью. Научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями. Во благодати воспеваю в сердцах ваших Господов. Вот это мы старались делать. Каждый день чтение Слова Божия, молитва, утреннее, вечернее правило. И в какое бы село, город не заехали, выезжаем сразу на молитву. И мы едем и молимся в дороге. И должна была быть где-то ставка у нас, когда мы далеко ездили. Обычно выезжали на неделю и возвращались обратно в Барнаул, из Барнаула. Бывало, из Потеряевки выезжали на неделю. А когда дальние, надо было туда забросить около 3,5-4 тонны литературы. И когда мы туда ехали, каждую неделю мы возвращались, перезагружались и опять уходили. Это там, где за Москвой. Один раз, а там в Ростовской области горы Шахты и в Калужской области нам подыскали место. Серахов 1,5. Источник премудрости, Слово Бога Всевышнего. Исшествие ее, вечные заповеди. Ну, понятно, что в таком сжатом пространстве находиться день и ночь, а мы уезжали к дальней, ровно на 40-й день вернулись. 40 дней и ночей быть вместе, пить, есть, беседовать. И ясно, что это непросто было. Вот я не знаю, которые ездили, просто сел в машину и поехали. У меня не так. Я всегда тщательно готовлюсь. Это у меня просто... Я с детства к этому приучен. Я старался карты достать. Там кто-то купил большие карты, атласы. Смотрел, какие большие города, какие можно заранее связи установить. Другое дело, там Евгений Тушенко поехал. Там уже литературные свои друзья, они устанавливают, договариваются приехать. Нас никто не знает, не ждет, не считая Германию. Там нас ожидали, Германия только. Ну, по России это другой вопрос. Тут нас знали. А там-то никого неизвестно было. Какой человек поедет? Ну, дальние поездки должен человек обладать хорошими знаниями по машине. Я все выписывал, какие бывают непорядки, со собой брать. Все это копировал и шил в тетради, большие тетради такие, в корочках. Потребовалось это? Потребовалось. Я узнавал все. Вот в Англии приедем. Узнал, что голубей кормить нельзя, штраф большой. Вот это да. А я-то бы первый кинулся голубей накормить. Узнал про Польшу. Через нее въезд показался более удобный в Шенгенскую зону. Вот что надо для этого? Польша, плохие дороги, там такое дело. Оказалось, все не так. Но я-то готовился на самое худшее. Я вообще пессимист. То есть, где бы ни было, у меня пессимистический настрой. Но делаю все, чтобы он не случился. И получается, у меня все время не так, как я ожидал. Лучше и все время радостное настроение. А кто ожидает лучше, такой оптимист. У него ничего не получается. Он не так, не так. Он руки опускает. Но это как определить пессимист-оптимист? Ну, очень просто. На остров Цейлон пославила одна большая компания обуви. Узнать, что там есть. Два человека. Чтобы в разных концах осмотрели остров и спросили. Один пишет, здесь никто в обуви не нуждается, все босиком ходят. А другой сказал, везите три корабля обуви, здесь все босиком ходят. Их всех надо обуть. То есть одно и то же явление, а с одного места, но подход другой. Мы прошли все-таки 130 тысяч километров. И подбирать совместимость никак нельзя было. Потому что мы друг друга знали только по храму. Где-то на работе были. Но это день и ночь. Притом, если мы не сходимся, мне главное, чтобы два было шофера. Смена была. Это я старался узнать. И мне советовали другие. Ну, в конце концов, на самые дальние путешествия. Команда была четко. Дальнобойщик Николай Павлович Куручина. И второй благовестник. Тот был у нас как шофер. Два должно быть благовестия на миссионерскую поездку. Виктор Николаевич Савченко. Вот мы втроем. Самые длинные поездки. А уже на восток туда ездили. Там были другие у меня. Игорь Третьяков и Вадим Попов. Тоже хороший шофер. Кто-другой знает. Когда, во сколько, как вставать, какой распорядок. Ничего не знали. Мы все время повторяли. Опыта у нас никакого. Но когда закончили поездку, мы сказали. Опыт у нас такой, какого нет ни у кого. А то заезжать, ночевать. И везде должны были беседы, свидетельства. И разное восприятие. В храмах, священникам, к епископам. И где только мы не были. Это сказать, это даже невозможно. Вот допустим, мы поехали на восток. И сразу распорядок дня. Какой? Отбой. Всегда в одно время. В 10. Мы должны выключиться до этого времени. Уже все, спать. 10 часов. Подъем в 2 часа ночи. То есть 4 часа. И сразу за руль садится лучший, который шофер. Более опытный. Там Вадим садится. А когда уже расцветает. Тогда садится Игорь Третьяков. И вот совместимость характера нельзя было предусмотреть. Но ясно дело, что старшим идея была моя. И поэтому мне приходилось это за всем наблюдать. Финансист лично я. Подготовить машину к этому. Чтобы в ней было там решетки. Все. Моя команда. Идея была. Я за этим занимался. И продуктами, снабжением. Уезжая мы берем, допустим, на 2 месяца. Это и картошка, и морковка, лук, чеснок. Ну все, 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 все. И сливки. И растительное масло. И все. Морковь это тереть надо. Какие. Специально листик противень, когда картошку пластиками на решетку. Я думал, как сделать печку с собой. Оказывается, выкопать траншейку надо. Маленькая совсем. Ну сантиметров 30 высотой ее. И длиной 80 сантиметров. Такая решетка с большими ушами такими сваренная. И останешься на нее чайник входит и кастрюля. Какую посуду взять. И при том сделала как атомный котел. Горит. Пламени нигде нету. И уезжаем опять, замуровываем плосы сверху, которые вырезали, заложили. И нигде ничего нету. Ни бумажки. Ничего после нас не было ни разу нигде. Беречь, как говорится, экологию. И вот все это, когда прикидываешь, что помогло молитвам. Почему эпикархи взяли такие. Ежедневно, без молитвы мы ничего не начинали. Ложась спать. Вот мы договорились, кто с нами едет. Ну допустим, до этого был Игорь Третьяков. Игорь Владимирович. Он должен, когда помолимся, уже спать, ложиться после молитвы. Он должен был обойти вокруг и захватить, где собака привязана. С собой собака была. Еще. Восточь. Немецкая порода. Ураган. Он чемпионом России стал потом. И вот его кое-кто был как бы против. Но не было, чтобы сильно против. А потом увидели, без него никуда. Ложиться спать. Сто процентов свободно. Он не подпустит даже зайца. Нигде. Даже птица пролетит. И он даст знать. И вот тогда, кто Игорь обходит вокруг и считает, да воскреснет Бог. Наш стан. Один раз я вижу, что эта собака зашевелилась. А собака, если сильный комарьё, я его старался с собой держать. Лежу, он поднимается на ноги. А Игорь залез в палатку. Палатку с собой брал. Кручины. И они двое в палатке. Я постоянно в газели. Она на семь человек. Груза пассажирская. Сзади четыре. Это там я один с собакой. Впереди они двое сидят. Еще один, это если какой-то дорогой. Ну и крайне нуждающийся, чтобы подвезли. Обычно останавливаться нам нельзя было. Государственная миссия. Документы у нас. Направление. Помощь, чтобы милиция оказывала. Полиция. То есть подготовились как надо. И я гляжу, а Игорь уже разделся, сгорбатился, он высокий рост, он такой в одних трусах и вокруг идет. А там комарё такая. То есть он забыл просчитать, да воскреснет Бог. То есть обязательность. Вот останавливаемся. У каждого было что? Я отвечаю за разжечь костер. Если могу, маленько почистить. Я тру морковку, остальное они делают. Сразу я копаю туалет. Где? А уезжаем, который назначен, кто-то другой будет завалять. Опять уезжаем, нигде нету ничего. Полный порядок, чистота. Вот я так, как бы сумбурно говорю, но имея вот на руках все в какой стране как. И мы оповесили, что мы едем. И говорили, ну не ездить только в Чечню. В Турцию там не надо ездить. Там головы режут, то другое. Ну ладно, вы-то уж пропащий человек, вам все равно. Вы рветесь на мученичество. Ну их-то зачем, эти молодняк-то берете. Поэтому я им всем говорил. Все согласились, что согласны, мы знаем, куда едем. И готовясь к самому худшему, мы получили везде самое лучшее. С нами мусульмане обращались как с родными братьями. От мусульман мы не потерпели ничего, кроме хорошее. Даже в Баку, в Азербайджане, в доме мулы ночевали. Там наша знакомая, Самира Тагеева, прекрасная. Ну просто христианка настоящая, хотя она мусульманка. Вот. И вот как мы ехали. Не нравилось мне, что конфликты возникали. Из-за чего? Когда кто-то начинал самовластничать. Я сказал, что определять все, где стоять, я буду определять. Пройду впереди. Какая земля, чтобы не застряли. Бывает где-то трясена. Нас никто вытаскивать не будет. Мы идем перегруженные. Грузу почти тонна. На маленькую газель. Представь себе. Минимум 800 килограмм. Да еще самих нас сколько. И поэтому не всегда с этим сходилось. Но один раз я махну руку и делайте, как хотите. Они полчаса крутились, ездили, гоняли, гоняли машину и вернулись там, где мы есть. Дальше как ставить? Я встаю и командую. Когда мы приехали последний раз, я только отошел, не стал. Все, машину ставить. Буквально в течение недели две аварии сделали. Вот и все. То есть то, что я сделал, вот этот график, смотреть по странам, все сгодилось. Мы приготовились к худшему. С нами поляки хорошо обошлись. Оказалось, дороги прекрасные. Самые крохоборы, самые-самые такие в государственном масштабе, это греки, торгаши, цыгане настоящие. Проедешь километров, ну я не знаю сколько там, 80, 70, 24 кабинки. Примерно 12, деньги берут. А наша машина на 10 сантиметров выше норм. Берут по самой большой стоимости. И приходится платить. Плати, плати, плати. То есть они не работают. Ну не нравились именно взяточники на Украине. Вот привязываются. Я тогда трехтомник даю. А трехтомник это не просто так. Это же ценность большая. Вот большая ценность. Даже по нашим деньгам это три тысячи. А другие сидят, которые, ну мне тоже дай. Вот мне дай. Вот где переплывали в Крым, там тоже они. Приходилось везде давать. Но все равно это неприятный осадок был. И вот несоответствие как бы характером заключалось несоответствие отношений к графику. К порядку. У меня был фонарик. Я фонариком ни разу не воспользовался. Даже не помню. Зачем? Ночью. Мы становимся иногда уже до сумерок едем. Неприметно с дороги съезжаем. И где-то проехать вдоль леса полосы. И там спрятаться. Сразу же первым делом в туалет сходить. Один из наших застрял на этом. Стемнело, стемнело. Ложиться спать. Он с фонариком идет и светит по лесу. Еще туалет пошел. Я так ахнул. Да тебя за километры видать-то. А, так вот так. И пошел, и пошел. Сделать, как я сказал. Убери фонарик. Пришли, все сходили. Ты один не идешь. Почему? Я не хотел. Не хотел до утра, терпи. Не хотел. А когда арестуют, головой в парашют затолкают. Не можешь дать ума ни голове, ни заднице. Прости, Господи. Нельзя так. Сразу конфликт. Но уступать никак нельзя было. Потому что он обнаруживает наше местонахождение. А нам это опасно. Мы на чужой территории находимся. Собака помогала тем, что она рядом. Вот помню в Австрии. Ну мы в сторонке, все. И собака. Ну не положено. Мы палатку раскидываем. Да, не положено. И вот едет полиция. И собака наша встала, гавкнула. Они даже не остановились. Вокруг нас развернулись и поехали. Зачем им неприятность эта? Не было нигде. Чтобы, ну, нарушая то, что заранее мы договорились. И начали бы менять единолично кто-то. И не началось бы хуже. Вот это у нас было. Было. Ну, мы все это смиряли молитвой. Просили прощения. И, конечно, вот то, что я говорю, нельзя фонарик. Что-то непонятно-то. Тебя видно. Видно далеко. Нас обнаруживают. А это что-то, так говорится, пастбище или как там еще что-то. Поля. Мимо нас едут люди. И видят, что мы с собакой, к нам никто не подходил. Никто. Прям проезжает. Уже затормозили. Сразу трогает и стоит дальше. А он бегает. Огромная собака. Огромный ураган. Ну, вот я не знаю, как тут ответил. Я все это еще переживаю, потому что были поломки. Одна поломка у машины. Очень серьезно в Швеции. И что делать? Абсолютно безвыходно стоим. Ни налево, ни направо. Дорога небольшая. Всего-таки одностороннее движение. Лес вокруг. Ночевали. Ничего нет. И Бог как-то делал. Мы все это снимали. Мысль пришла, что мы проезжали по дороге. Там, видите, домик стоит. Надо пойти туда. И мы пошли с Виктором. И оказалось, там живет швед. И он куда-то собирался идти. Машину выгоняет. И вот они мы. Ну, и он по-английски маленько понимал. Мы сумели договориться. Он позвонил в полицию. Полиция приехала. Не остановилась даже. Крутанулась и назад. То есть проверили. Действительно, мы стоим. Проверили. А дальше уже приехала. Мужчина, там, женщина. И стали нас допытывать. Документы проверили. Есть, нет, деньги. Мы показываем, есть деньги. То есть вызвать теперь надо эвакуатор. Откуда? С какой местности? Ничего не знаем. И они нам это все сделали. Вызвали. А там дальше вдруг открывается. Милость Божия. Узнаем, что русские есть. Живут. Русские уже начали давать советы. Как, что. Ехать надо вам в обратном направлении. Переплыть в Балтику. В Литву и оттуда в Калининград. Там может быть эта деталь. Внутри мотора шестеренка полетела. Там передача топлива что-то. Вот это было. И все проверяли мастера в Швеции. Несколько там команд буквально подходили. Руки крест-накрест. Ничего нельзя сделать. Ну, а было ли разочарование такое, что все, не поедете? Нет. Даже мыслях не было. У нас стояла четкая задача. Хорошие ставки были, где можно было помыться, помолиться. Хозяева там прямо на руках нас носили. Вот. Особенно в этой... Это родственник, родной брат отца Иоанна Суворова и стулы священника. Павел там, Николай Павлович. Ой, какие люди. Зинаида там, она святая просто. Еще надо зачинить. В душе. Приготовить. Только узнала, что есть. А на ней уже все сделали. Орехов набили. Когда поехали, мы столько фруктов набрали. Чернослив, инжир, грецкие орехи отдельно. Там еще что было. Кедровых орешек намолоченных где-то было. Дорога иногда негадо останавливается. Мы пили простую воду колодезную, там где брали. И фруктами закусывали. Иногда покупали рыбу. Но я сказал денег. Я-то финансист главный. А это минимум полмиллиона надо было брать. Полмиллиона. Какие деньги огромные. Находились люди, финансировали. Помогали. Помогали. Просто. И я отвечал за каждую копейку. Сказал за мороженое. На мороженое не на что копейки. Только на горючее. На горючее и на какие-то там поломки будут. И так и получилось. Вот в одном месте было. В другом прямо. Ну никак нельзя. Они купят рыбы. На свои деньги покупайте. Я не ем. Я их этим огорчал. Мороженое брали. Они целые пакеты. Я тоже ни разу в рот не взял. Просто. Мне это не надо. И они тоже огорчались братья. Как мы едим. И вот. Я тогда уходил. Когда они садятся обедать. Я уйду. Пойду куда-нибудь с собакой. Гуляю. Приду отдельно. Поужинаю и прочее. Это вот то, что близко запомнилось. Что там вопрос-то еще. Как с гигиеной. Где купались. Принимали душ. Ну где останавливались. Каждую неделю там мы возвращались. Ставку свою. И там был у них душ. И там мы мылись. Душ. Горячей воды. Они там нагреют. Все для нас было. Еще мало того свои сады. И там я любил собирать. Там разные черешни. Мы набирали с собой. А дорогой Марьясов встретил. Сколько. Новый чемоданчик с одними ключами. Это для шоферов подарил. Александр Сергеевич. Вот. Это Краснодарский край. Сам шофер. Прекрасный. Потом он отдельную поездку на север сделает. Это уже было без меня. Вот. Ну и даже горошку зеленую. Еще что-то он. Земляники. Чем только нас не угощали. Дорогой кто знал. А уж про Германию не говорим. Валентина Сартисон. Валентина Дмитриевна. Там нас снабжали сестра ее. Катерина. Ой. Там и собаки купят все. И матрасик подарили ей. Я ему собаки тут тогда при всем народе вообще не подарю. То есть мы проехали благословенно. Вернулись живо. Не стали врагами друг другу. Было однажды бунт на дороге. К Владивосток ехали. Оба шофера забунтовали. И даже пригрозили бросим машину и уедем. Но они конечно не раз раскаялись в этом. Я сразу отошел и стал молиться. Дорогой. Платят бензин. Сразу подсчитать. Стали считать. Не хватает. Я говорю где? А что у меня? Что я вор? Подозреваете? Причем тут подозреваете. Ты сам вызываешь подозрения. Деньги брал. Бензина настолько не сходится. Не сходится. Я тщательно за этим смотрел. Деньги не мои. Мне перед Богом давать отчет. И я за деньги приезжая давал отчет. По квиточкам. Вот как у нас было. Что там еще? Да вы все рассказали. Я не знаю даже что спросить у вас. Ну как? Распорядок меня. Ты с нами едешь. У нас если бы ты что-то где-то возникать стал. Значит пришлось бы кому-то из нас кориться. Я сразу ставил вопрос. Давай. Я вам покорюсь сейчас. Вот давайте. Вот по вашему будет. Что дальше будет? Стоять не знаю. А раз не знаешь, не могу я тебе покориться. Менять где маршрут. Нужно было доказать. Показать. Останавливались. По карте смотрели. Почему именно им изменить маршрут? Что с этим? С чем связано? Оказывается завал в горах в Грузии. Пришлось от грузинской границы разворачивать снова через Дакистан, через Азербайджан и туда уже возвращаться обратно. И тогда только в Грецию попадали. А тут Майдан заговорил. Через Украину нельзя. От нас это не зависело. Ну а которые здесь мы ездили по Алтайскому краю, по которой там Омска, Томска, области, Кемеровская. Тут мы по всем районам ездили. Тут были шофера другие. Со всеми было хорошо. Чтобы вот именно недоверие было или как не было. Я тер морковку. Я им не давал. Ешьте, грызите. Давал только шоферу. Потому что каротин влияет на зрение. Вот. Это моя была работа. И старался, чтобы, если ложились спать, шофера не разбудить, не трогать. Он должен выспаться. Была дорога, ехали. Я гляжу, шофер прямо такая. Лекарство самое простое. Остановиться, все уйти, а шофер один отдыхает. Рядом мы недалеко, около машины. Я собаку дрессирую. Вот собака, допустим. Моя была идея. Собаку на меня перевели, защипировали. Я сливки, если есть, скажем, по 3 литра, то полторы литра сливок я собаке отдаю. Там в Германии купили какой-то, как называется, рыба, не знаю, пантус или что-то такая запечатанная, вкусная. Я ее с собакой делил. Надо мной даже смеялись. С собакой и человеком. Каждый день я ее расчесываю. Не собирал шерсть, это неправильно было. Каждый день я старался с ней тренироваться, командой, чтобы не забывал. Пока другие спят. Я вставал намного раньше и все как надо было. Дальше с собакой вечером играем, бегаем. И к нам никто ниоткуда не подходил. Никто. Нападений не было ни одного. А это вокруг земного шара по экватору три раза объехали. Притом останавливаться надо было многократно, 600 раз. Это надо познакомиться, найти библиотеку, найти библиотекаря. Я должен войти в доверие, говорю одно и то же. В доверие вызвать книгам, это было очень и очень непросто. Вот. Что еще у самого-то? Какие вопросы? Ничего нету. Ну, а то если бы ты с нами поехал, как ты думаешь? Получилось бы у тебя, нет? В роли какой ты поехал бы? Первый, ты мешал. Вот именно. Да, что бы я поехал? Я бы никуда не поехал бы, ни за чем ехать-то. Ну, вот так, видишь. Два шофера и я. Я не шофер. Но я должен был с этим распоряжением справиться. И приехали мы, денег всегда хватало. А это четыре годы, летние месяца. По полтора примерно месяца. Одна, чтобы выехать и назад вернуться сюда. Вот сорок дней было, когда ездили в Португалию. Шесть мусульманских республик. Это было непросто. Где были моря. Черное, Каспийское, Азовское море. Везде купались. Купались. Было нам хорошо. Ну, были даже, видимо, жалобы некоторые. Увидела с собаком и с собакой. А она с ребятишками. Одна женщина. Видно, богатая. Ну, стала претензии иметь. Мы подальше подошли. Видим, она звонит. Я тогда сказал, давайте, ребята. Обкупнитесь и уехали. Мы уже выезжали на трассу. Глядим, к ней заворачивает машина. Там какие люди. Нам зачем конфликтовать? Мы вышли. Видим, сети сушат. Мы подошли, посмотрели, какая рыба у них. Ну, рыба мне не понравилась. Я такая. Они просят много. И нигде мы ни разу не купили на дому. Ни разу. Ну, посмотрели, да и отошли. Иногда покупали рыбу. За всю поездку, кажется, 120 рублей потратили на рыбу. 120 это смешно, конечно. Самая такая, моевая или что-то такое. Вот сейчас бы сказали, вернуть назад поехали бы. Конечно, поехал. Я поехал, как раз у меня был поврежден глаз. Дали капли. Я лягу, голову запрокину и капаю. Пыль идет, что ни на что. И Бог миловал. Каждый день цветая вода утром. Глаз промою и остался живой. Ему уже было ягоды. Ягоды собирали, даже останавливались. Интересно так было. Вот это распределение обязанностей. Я рою туалет, а зарываю другой. А он забыл. Я ему не говорю. Вот мы отъезжаем уже метров 100-200. Так, я говорю, ты не забыл зарыть? Он дверку открывает, буквально вывалился с нее и со всех ног бежать. Пласты, которые рядом, завалить. А там все, ничего. Что там, три человека были, по разу сходили. Сделать надо. Прибежал, запыхался, сел. Вот теперь тебе память. Не забывай. Поэтому деньги вот хранить. Вот у меня в жизни не было, чтобы своровали. В 70 лет опыт. Не считай, до 7 лет в деревне жил. В городе живу. У меня не вытащили ни рубля. Почему? Я деньги распределяю по разным местам, и где деньги туда придерживаю рукой, как бы так придавливаю. И никуда. Точно так в машине. В самые потаенные места старался спрятать. Если случится нападение, я должен был предупредить. Команда все знали. Если случится со мной, все открыто. Ни разу деньги не крали? А? Ни разу не крали деньги вообще? Не тратили? Ни разу не крали деньги у вас? Ни разу. А там в храме у вас украли деньги, кто-то вы рассказывали. А какие? Ну вы говорите, что в храме, вы там были в храме, у вас украли деньги. А где мы были в храме? Да это не мы, это вы где-то были. Это у кого? Это Златоуст говорит. Златоуст говорит. У меня нигде не своровали. Один в карман залез, а я только накопил денег, был студентом, часы купить, будильник. И рукой. Я так рукой его взял, здоровый парень. Я говорю, я будильник хочу купить, но деньги ты возьмешь. А мне надо, он так руку отдернул и стоит. Притом я везде старался разговаривать. Я уже сидел в тюрьмах, знал это. И ко мне на дом имел доступ, обратился один карманник. Я все их способы знал, он все рассказывал. По 20-30 кошельков, говорит, за вечер, а потом потрошишь дома, там выбрасываешь, сжигаешь. Где именно лазят? И они бы никогда ко мне не подошли. А как? Очень просто. Я езжу всегда в сапогах, я ботинки не ношу. Двойная одежда. Под нижней одеждой специально на самом, на штанине пришитый карманщик. В одной ноге, на другой и в сапогах. А как он залезет в сапоги-то? Только разует. Если до конца проверять, как при входе в тюрьму, там могли бы нащупать деньги. А так нет. Какие детали к машине дополнительные брали, там аккумуляторы. Все это у нас было обдумано. Шины, там покрышки отдельно. Что самое главное могло сломать все. Даже это, канистра одна, там 20 литров бензина, неприкасаемая. И только один человек однажды доехал, то и остановился. Почему? Да я думал, ближе будет. Думать не надо. Надо с запасом делать. Не доехали, да, следующей заправки нету. Тогда заправились. Вот так. Сильно-сильно много мы истратили. Но по-другому нельзя никак. За одну поездку 440 тысяч только. Везде бензины. Где-то надо платить там евро, в долларах, в левах. Там в разных-разных, в разной валюте. Ну, мы дома. Самое интересное, когда в Швеции сломалась машина, нам поступила как бы телеграмма. Что бросайте машину. Сейчас высылаем деньги. Открываете счет и получаете. Иномарку покупаете, едете дальше. Я так и ахнул. Вот это да. Попятился сразу. Никак. Мы машину должны пригнать. И отремонтировали. А потом доехали до Нижнего Новгорода. И все дело было в молитве. Вот такое огромное здание. Сейчас могу ошибиться. Четыре этажа, кажется. Ну, это на всю Россию. Завод. Автозавод. И связаться ни с кем нельзя. Но мы дали знать. Мы такие это. Тогда отошли. Нам сказали, от двери отойдите. Тут народ заходит. Мы встали дальше. Стали молиться. Я на молитве глаза открыл. Гляжу, около нас. Недалеко стоят три таких представителей человека. Главный инженер. Главный конструктор. Только директора не было. Поговорили. Так они нам сразу же без очереди. Мастера дали. Проехал. Прослушал, как двигатель работает. Но его уже в Калининграде отремонтировали. Бесплатно накормили нас. Прислали сразу корреспондента. Уж фотографировали сколько. Вот так мы не получили нигде. Я не знаю, в какой газете у них. Уехали мы. То есть мы готовились очень тщательно на первую поездку. Вторая была легче, а третья мы уже все знали. Знали, как это может выглядеть. Не знали про заграницу. Вот должна быть такая справка. Собака защипирована. На собаку много внимания. Оказалось, нигде на нас не сработало. Ни в Финляндии, ни в Дании, нигде. Даже в Финляндии-то не доехали, сломались. Вот так. Там уже ждали тоже. Один игумен или архимандрит созвонился с патриархией. Оттуда русская патриархия дали добро на встречу со мной. Но билет они оплатили. Уже заранее оплатили. Мы должны были только подойти. И там уже дали бы. Но сломались. И поэтому маршрут резко изменили. И мы с этим согласились. Что именно вот так. И не попали в Санкт-Петербург. Там как раз уже Константин Юрьевич Душенов договорились, что встретимся с людьми. Пришлось маршрут резко изменить из-за поломки. Вот как. Потому что когда на эвакуаторе тащит, я посчитал это ровно в сто раз дороже, чем идти своим ходом. В сто раз. Вот это цифра. Но Господь позволил. Были русские. Они взяли у нас деньги. На свои кроны поменяли. И мы кроны там рассчитались. И сумели выехать. Везде надо было. Но у нас было чем, что менять. И где, если помогали, я всех старался одарить. Одарить инженеров. Начальника нас без очереди ремонтировали. Книги. Книги не считаются взяткой. Все считается взяткой. Любая табакерка. А книги нет. Конечно, простые книги. Ни в жемчуге, ни в алмазах. Вот так. У меня с тобой вот этот дневничок был. Я в него все записывал. Фотоаппарата было, кажется, два. И одно видео. Видеоаппарат. Им это все записывали. И приезжая, все это выкладывали в сеть. Дорогой иногда связывались. Много было интересных вещей. Были, когда мы в Швеции. Карсхорс, кажется, там. Порт этот. И там на втором этаже зал. И, пожалуйста, соединяйся. Езди. Я не знаю, то ли там давали или нет. У нас свое было. Планшет. И показывают Великобританию. Там баптисты стоят, молятся. Ребятишки с ними. Это ролик можно посмотреть. И крестятся. Это я вообще никогда не видал. Господи, благослови миссию Игнатия, чтобы возвратились. Баптисты с ребятишками. И ролик так и назвали под наше имя. Удивительные вещи были. Ну, аж когда мы встречались. Ну, а что, в дыму. Мы же каждый день там. Какие чудеса Бог делал. В одном месте мы долго искали место. Съезжаем только. Там дальше строение. Нельзя никак дальше. И уже пришлось в потемках. Ну, так маленько еще брежело. Встали. Машину сокрыли. Дров-то где брать-то? Ну, я говорю, вот здесь сейчас будем копать ямку. Я ямку-то выкапываю для этого. Решетку положить под нее. Рядом поленица лежит. Поленица самая настоящая. В траве. Беру из поленица из этой. Именно такими, какими нам надо. Дрова. А вокруг. И утром, когда мы посмотрели, нигде больше нету. И поленица чуть-чуть осталась. А один раз ехали в Кемеровскую область. Заезжали. Горы, холмы никак. И вот. И наконец увидели просвет. Можно свернуться. Шофер говорит, давайте свернемся. Вон там, лесок, колок. Там остановимся. Около него остановились. Давайте до середины доедем. Остановились. Остановился. И мы сошли. Я говорю, я вот здесь буду рыть. Я для печку делаю. Лопату беру копать. А там печка, когда мы сюда ехали, ее делали. В потемке на ту сторону свернуть. И в темноте на то место встать. Даже разницы одного метра нет. Такого не бывает. Не бывает. Это милость Божия. Особая милость. Вот прямо здесь. Я рассказываю то, что это видели. Даже простое дело вот это. Что мы не заболели удивительно. Пили воду только сырую дорогой. Никто нам не кипятил. В одном месте брали. Она как густое кофе. Клина. Эти, которые библиотекари везде. Только не пейте. У нас вода нехорошая. Пили. Пили. И ни мы, ни собака не заболели. Нигде. Мы могли вообще какой-то брюшной палочкой заразой заболеть. Ну вот, поездка наша закончилась. Почему? Книг было очень у нас мало. Где-то только за эти четыре поездки я отдал 60%. Тысячу экземпляров всего только. Бесплатно. Завели много знакомых. Оттуда звонили. Библиотекарь было. Даже в сторонку отведут. Пытаются хоть тысячу-другую дать. Помочь. Самое неприязненное отношение к нам было. Священники. Патриархийные. Поневоле вспоминаешь главу 20 Деяния апостолов. Нас никогда не видели. Ничего не знают. А они на другом уровне слышат. Это понимают. И с таким недоверием. И даже с враждебностью. Но не все. Хорошие были даже встречи. Вот даже в порте находка. Там Фокина. Кто знает. Женщина одна такая. Ее не скажешь, что она толстая. Но она какая-то такая русская красавица. Можно сказать. И она вышла. А можно я сфотографируюсь? А можно я вас поцелую? Под руку взяла. Я так ахну. Кого целовать-то? Все в дыму. Все. И даже красными пятнами прожженные. Никаких. То есть расположение людей удивительное было. Когда за границей встречались русские в Австрии. Перед машиной на колени становились. Фотографировали. Газель. Россия. Путин. Газель. Россия. Путин. Тоже очень интересно было. И то, что мы поехали на отечественной машине. Она выше других. Белая. Я ее назвал. Белая лебедушка. А мне говорят. Колымага. Ну кому какая. Ну вот. Источник мудрости. Я считаю в том, чтобы молиться. И предусматривать, что тебя ждет. Должны быть знания. И как умение избежать непредвиденного. И люди, которые шофера были вот в чем-то не согласны. Вот так вот. Даже с этим фонариком. Второй раз я их уже с собой никогда не брал. Нет. Есть такие, от которых ни одного слова возражения нет. Они только решали, тут можно остановиться или нет. Собирали шиповник. Тут же, уже осенью, близко. И решали вместе. Будем еще дальше продолжать. Еще два дня. Или домой. Домой. Снег выпал. До снега. Это мы с Севастьяном, когда ездили. Ни одного слова замечания нет. Там Андрей Устинов. Ни разу нигде. Ни разу. Да благословит Господь всех, кто и возражал, не возражал. И я тоже не сахар. Так, ну, мы договорились, правило, что старший в команде я, я отвечаю за стоянку, финансы, еда, за книги, беседы, встречи, это все было на мне. Вы отвечаете за транспорт. Вот так. Ну, и было в одном месте, шофер заартачился, и я сразу отошел. И он поехал куда и застрял. Застрял, ну, у нас-то этот канат такой, вытаскивать-то. Ну, и тут машина, машина большая, как раз. Подцепить надо. Ну, хорошо, подцепляйте. Подцепили, рванули, порвали. Порвали, теперь тот мой шофер, да ничего за это не взял, и вытянул нас. Вытянул, ну и все. Я говорю, ну попробовали. Почему? Не благословение. Я бы никогда туда не поехал. Там видно, сваливают они грунт, копают метро, и такая она супесь называется. Она как плывун. Хотя и сухая погода была. Вот, это опыт мы можем уже передать. Но с такой миссией никто не ездил и не поедет. Мы брали много Евангелий, Новых Заветов, везде все дарили. Ну, и вот так. Только выезжаем считать молитву. Вначале считал я, потом Витя стал считать. На каждом не поморешься, на повороте. Но останавливались, где мусульмане ремонтируют дорогу. Мы старались поблизости быть. Расстилали палатку, и они сразу выходили и смотрели. А в другом месте даже подходили. Я сейчас не знаю, где в Румынии или где-то мы были. Там семья какая-то мусульманская ехала. Ну, так и многие очень хорошие воспоминания было. Сны были отличные благодаря собаке. Мы высыпались на свежем воздухе. Они в палатке, я в машине. Вот так. Что там, еще у тебя вопросы есть какие-то, нет? Нет, ничего нету. Нету. Ну, вот благодарю это. Просто наш опыт мы хотели бы передать. Мы ехали с миссией мира, добра. Мы поехали в Русский дом, журнал много дали. Кротов, там, автор. Хорошая статья была, третий номер. Это в каком было в году-то, я сейчас не знаю. То есть можно даже было посмотреть. Четвертый год, кажется, да. Да нет, они четвертый. Это же высот какой-то. 2014-й, наверное, год. 2014-й. И мы эти журналы набрали, распределили. Их дали нам, худо или бедно, но, и думаю, что больше центера по весу. Я их распределил, и поэтому везде, в зарубежных странах, целыми пакетами журналов по 12. Это российский патриотический журнал для тех, кто любит Россию. По благосостоянию патриарха книга выходит Иоанна Крестьянкина, Гурьянова. И вот мы знакомились, и там статья у нас была большая. В этой деревне огни не погашены. Вот. Ну, вот так-то я больше не знаю, если вопросы были, я бы ответил. Дело в том, что я никогда не пренебрегаю опытом других людей. И что люди говорили, какие затруднения в этих государствах, я все выписывал и приставил на рассмотрение своим. Раз мы это знаем, значит, мы уже вооружены, как говорят. Господь давал людей удивительных. Допустим, он вспоминает Садания, Копенгаген. Я никогда бы там не был. Ну, у меня до этого лет за 10 был сон один, что я где-то в Дании, и меня на датчанке женили. Я так удивился, она стоит в стороне, откуда она взялась. Я первый раз ее вижу. А потом там я это увидел. Библиотекарь национальной библиотеки, женщина эта, нас встретила. Я говорю, сколько лет изучала пока язык, а теперь она работает. Книги наши взяла, и говорит, эти книги сразу же переносим в Королевскую библиотеку. Что она там будет делать, не знаю. Ну, наши книги-то и фотографии много, во всяком случае, для врагов наших недосягаемые. Книги в библиотеке имени Ленина в Москве, в исторической в Москве, в парламентской. Так что, нет, дорогие, самые сильные, ничего не смогут сделать. Никто ничего не сделает. Тем более в библиотеке президента Путина получили благодарность, я получил от Лукашенко, от Рамзана Кадырова. Из этих библиотек никому не изъять. Самые лютые волки в овечьей шкуре бунтует, им ничего не сделать. Хоть как называй наши книги. Книги-то призывают к добру, к миру, к любви. Но если ничего нет, ну, благодарю за внимание, за вопросы. Спасибо Христу. Слава Христу.